ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Широ близок к фрагу, но Джейм его перестреливает. Хотя оказалось, что Широ сейчас пока не получается в атакте игрок защиты. Может, еще на Санжево изи-бомба была потела Виртус ПРО на этот заход. Нужно вспомнить, а убивает его заметить и перестрелять. Широ! У-у-у! Какой выстрел! Тут вопрос того, что он может второго не заметить там еще. Да, но он постарается его найти. Видит первого, видит второго. Красиво играет Кикерт. Второго забрать нет! Так, ну что же, давайте смотреть за этим выбиванием под флешку в боем. Продавили Джейма, Санджи также погибает. Ой, какая неприятная хаешечка. Дымши тут до конца на это выбивание. Санджи, важный минус, забрал Акселя. Но Интерс опять-таки же добирает второго Широ. Ой-ой-ой, и по последнему есть информация. Адрен один против двоих. С команды Виртус Брау Бэкад. И все-таки Широ попадает, прикрывает своим телом. Оптимальный байпл был по гранатам у атаки, но они все-таки смогли зайти через рампу. Но там, конечно, на фане. Кто на это раз? И Джейм, и Адрен, и Кикерт. В общем-то, ладно, мы разберемся в этом уже после данного момента. Широ на размине сыграл против Джейма. Санджи! Санджи! Сильно Интерс его находит с МП девятым. И вот он, Адрен. Снова в клатче. Одного успевно забирает, второй не дефузит. Пока что Интерс, МП девятый, напоминаю вам, и на дистанции он может здесь не сработать. Адрен бежит на рампу, дергает соперника. Но Интерс его перестреливает. И будет ли дефуз? Да, успевает. Знаешь, мне кажется, вот Адрен был в идеальной позиции. Надо было на ней оставаться. После первого минуса мог просто кладнокровно мансовать в кармане. И, собственно, там и заканчивать этот раунд. Включает Акселя, там была нога. Интерс близко. За Электриком его забирает. Дальше нет размены. А Широ включается. Неплохо против Санджи. И Киндер не играет в размены. Супра тоже прошелся по кикерту. И Киндер падает в итоге без прага. И Широ упал только сейчас. Но остался один Джейм. 78 хп против Супра Акселя. Пистолет и так. Бомба не устанавливается. Врывается. Первая флешка полетела. Санджи отлетает. И Киндер тоже. Супра работает. Широ вместе с ним. Ой-ой-ой. Адрен последний в итоге остался. Нужно уходить на точку. Контролирует вроде как. Но тут заход против Широ. Все-таки минус от кикерта. Останавливается Акселя. И Адрен проходится по супре. Интерс последний. Бомба все-таки. Может не сыграть на самом деле. И Киндер нужно открыться. А там Широ. И наперед залетает против одного. Второго уже просто добирает. Важный минус. Бривает Джейма. Первый снайпер погибает. Широ. Минус от Адрен. Кикер. Неплохо разобрался. В итоге Широ остается красным. Но самое главное выживает. И Киндер в этом смоке пропускает одного из оппонентов через карман. Оу. Интерса в итоге не прочекали. Тот был с левой части. И забирает троих. Да. Походу. Это ГГшечка. И Киндер последний с АВП. Будет сражаться. Ну что. Да. Против Хард Легионов. Очень часто поджимал И Киндер базу Б на втором Ддасте. Здесь все под контролем. И такие агрессии останавливаются без шансов. Последний Адрен против четверых. Ну здесь ситуация без шансов. Залетает Адрену Хаешка под ноги. Нафаня в спину. Добирает до Урена. Ну и эта победа изящная, эффектная. Да. Молодых гамбитов на карте Вертига. Напомню, это их выбор. Да. Красиво заканчивается в итоге эта встреча. Фаня проблемы в дыму. Пытается его найти. Врыв от Супры. Интерс. Ой-ой-ой. Какие важные фраги были сделаны. Хотя близко находилась Глоки. Оформить, наверное, своевременный врыв. Нет. Он просто завозит на ящик. Первого, второго не забрал. Проблемы у Нафани. Минус сделал. А дальше все против. Играет в прошлом. И 24 ситуация. И чудо сотворили игроки. Виртус Про. Кикерт в яме двоих. До конца врыв под флешку. Кикерта пока что не проверяют. Первый, второй пал. Третьего. Открывается. Там с Респа тоже еще один игрок зайдет. Рано или поздно. Проходы через ворота в направлении базы Б. Кикерт. Ну, наконец-то удалось остановить этот врыв. Да, наконец-то это самое классное. Классный Якиндер пытается вывести коварную позицию. Но я чекает Нафани. Как же своевременно Нафани забирает. Джауа сделает два минуса. Нафани третьего забирает, будучи красным. Не совсем-то работает. Клажки уже полетели. Там, кстати, неплохой откинул еще и Супра. Но все же это положение выхода команды Виртус Про. Супра забирает одного. Дальше Адрен уже на размине. Но Фаня! Минус по бомбе. Пила, кстати, она вообще через верх залетела. В итоге минус по Акселю. Павел того на длине. Ну, что-то мне подсказывает, что раунд Гамбиты уже не спасут. Якиндер закрывает двоих выбивающих по зигзагу. Санджи вовремя заходит. Разменивается. И Интер здесь. Что такое? Супра не может выпрыгнуть. Да, слишком много лишних движений. Там уже Якиндер попытался даже кого-то забрать. Но поймал шальную пулю. Есть Джейм на длине. Сбревает уже на Фаню. Последний Супра остался. Напоминаю, что диффузов у него нет. Там был фейк диффуз. И Джейм пока что не спешит. Но есть попадание после этого врыва на парапет. И как они дальше будут играть. Потому что пока вырисовывается сплит на точку Б. Флажка еще одна полетела. Почекали Джейма. И кик. Да, здесь по-прежнему два. А нет, здесь три игрока. Ой-ой-ой. Против девайсов, конечно, сложно. Но Якиндер забирает одного под окном. Также дверь тоже падает. Санджи. Джейм очередная попытка убийства со скаута. Залетает по Нафане. Отличная работа. Там еще и было попадание Широ. Аксель одновременно просели. Это был шашлык. Джейм ждет флешек. Вот это еще кикерт на гусе, который могут не прочекать. Не пропустит дверь. У него хороший угол. Еще одна флешка летит. Нафаня вообще отворачивается под окном. Якиндер пока что не врывается. Очень много времени тратит команду Витусу на подготовку. Интерс убирает одного. Дальше работа от Супра. Якиндер на размине Нафаня включается. Ну и одного еще забирает. И Джейм смог сыграть на размин. Это будет Дефуз. Да. Вот так. 15-5. Один из бомбардиров команды Виртус Про, который был как в атаке, так и в защите. Хорош. Джейм пропускает одного. Не реагирует. Кикер тоже помогает. Наконец-то есть снайперская винтовка на месте. Падет. Это 16-5. Да, действительно. Санджи достоин того, чтобы сделать последний фраг в этой перестрелке. Это урок от Виртус Про молодым, как вообще могут проходить у нас карты Dust2, как нужно играть. Возможно, в защите поймет Гамбит Янгстерс, потому что где-то все-таки они закрылись. Это для меня было удивлением. Почему? Потому что так стильно получилось выиграть первую карту, но потом так сомнительно они действовали в защите и давали слишком много пространства сопернику. Карта Гамбит Янгстерс против Виртус Про. Как отметили наши аналитики, не просто так ВП оставили эту карту в маппуле, значит подготовились, значит проанализировали, значит знают, как останавливать молодых и дерзких. Бомбу тут еще забыл забрать Санджи, сразу же и кидается на шариках, а тем временем Санджи пытается выйти. Опасается ближней позиции, прочекал только что туалеты. Ну так, под этот весь шумок МП-9 какой-то может ворваться, Адрен тут самое надеянно сыграл, на самом деле сняли его с этого дефолта. Дальше Джейм, ему нужно слишком много работы выполнить, чтобы пройти и поставить этот пакет. Флэшка еще одна летит, Интерс, выбивает пакет. Так, кикер тоже падает, в итоге Акалаш никак не сыграл, Широ включился, да и Супра тоже был хорош. Не попал под нее в итоге. Выход от кикерта, пропустили монстр только что, Супра и на фонт выезжает потихоньку через Зиг. Флэшка летит на монстр, тут первого забирает. Это был и кинтер в Афане, как же там, даже будучи слепым от Джейма. Аксель пока на дефолте, минус, отвлекся, тем более в спину будет своему уже сопернику заходить Джейм. Ой, остался один после убийства от Супры, но бомба стоит на снайпера. Вот он минус по Афане, напоминаю, что там смока вроде не было, но Супра не отпустил Джейма. Какая хорошая попытка взять этого раунда, один на три, но все же вместе сыграла команда Гамбит. Ты критко видел даже эти гранаты, у Интерза есть хае, неплохо, подлетает под кикер, да, стопит его пока что. А тут идет дальше, флэшка над собой Интерза, слепой пока что, один из игроков атаки, который первый выходил на плен. Джейм в итоге сбривает Широ, и Интерз все же находит свою смерть от руки Киндера. Супру прошивает на Зиге, читает уже этот заход, видимо, услышали его там при выходе с коннектора. И там только холодная останется для Virtus.pro. Бомба на руках, тоже под монстром. И, кстати, Санджа не проверяет, а Паня тут еще раз разворачивает. Это что же ты будешь делать с этими таймингами? Тут комбинация была вот так. Селефташка полетела, он под нее пушит, забирает Санджа, и дальше нужно уйти, да. Еще и выходит перед Смоком. Интер противника попытается дальше выйти довольно быстро, и в ухо залетает по Супре, и нет пока что никакой помощи от Нафани. На самом деле он там тоже будет разорван. Верпас складывается, но вот что-то не хватает Гамбит в этой защите. А не хватает уверенности на точке Б. Такое ощущение, что у них был план, и нужно ставить уже пакет Широ. Смотрит банк, забирает одного, Атрен, следующий раунд. Так что там три просто толпа, какая-то через банк не выходит только что. Поюет на правую-левую сторону, и все же получает хэдшот от Пикерта. Четерочка на Б, Джейм уже делает первый минус, забрал Нафани. Супра! Ой-ой, там еще убить как-то Санджа там. Получается раскрутиться на два фрага, но в итоге Интерс смог его найти. Джейм пока что играет под шифтом. И попадание по Интерсу, еще одного забирать. Нет, не получается, Широ его смог ликвидировать. Один на один, Якиндар, выход быстрый, и не дается. А Туалет, и как же сыграет Интерс против Якиндара? Не получается его забрать, и тут он тоже на длине. Нет выхода, Якиндар еще и ожидает второго на длине. В таком тайминге спустя 15 секунд, ну что ж ты будешь делать с этим парнем? Адреан неплохо врывался, красным оставил Супру, битый также Аксель. Ну и Широ со скаутом, так кстати, может быть вообще не бойцом. Нужно как-то отойти, нужно найти свой фраг, но нет, падает Аксель и Супра. Широ последний, находит голову Хикерта и играет дальше на Банане против Якиндара. А там еще и другая сторона затягивает, и Джейм ставит точку в этом противостоянии. 16-8, 2-1, победа Virtus.pro, они выходят в плей-офф. Да, вот эта КГшечка действительно солидный оверпасс показала нам команда Virtus.pro, даже несмотря на то, что начинали вроде бы в атаке. Казалось бы, сильная сторона для Gambit Youngsters, это контртеррористы. Но, зная и действительно четко действуя против конкретного соперника, ВП получили комфортный счет, ну и во второй половине просто шикарно отыграли и добили Gambit Youngsters.